Доброе время суток, друзья. Боевая провинция вновь приветствует вас. Благодарю вас за советы, которые вы мне давали по поводу дизлайков, по поводу всего. Оставлю все без изменения, так как вы мне советовали. Это к моим подписчикам обращаюсь. Приятно иметь дело с умными, здравомыслящими людьми. Ну и мне некоторые советуют то, чтобы я диалог делал в конце, после основного прогноза. Но если диалог, друзья, короткий, я все равно его в начале сделаю. Потому что такой характер у меня не могу, чтобы не сделать какое-то замечание какому-нибудь... Ну, нехорошему человеку, так скажем. Я тоже, видите, учусь у вас то, чтобы не хамить, вести себя вежливо. Очень приятно под старость лет меняться на глазах. Сам даже удивляюсь. Ну так вот, один, значит, написал мне то, что смотрю ваш канал уже год, и он практически стал неинтересен, этот канал. Вот вроде, знаете, вроде такое незначимое высказывание, к чему оно, к чему оно, но такое, знаете, не очень приятное. Что я могу сказать этому человеку? То, что этот канал существует с 15-го года. Мое участие в этом проекте, еще раз повторяю, для идиотов, всего 8 месяцев. Еще году нет моему участию в этом проекте. То есть, посмотрите, самый первый ролик, я еще помню, на рыбалку с сыном ездил, 8 месяцев назад. Все, канал 8 месяцев. За 8 месяцев такое количество подписчиков. Много и мало, я, ребята, не разбираюсь. Ну, наверное, нормально, потому что, если учесть то, что много отписываю людей, много удаляю комментарии, как первое предупреждение, вот, как этому умнику. И, это уже не могу не сдержаться, для идиота могу дать совет, для идиота. Если канал не нравится, ну, возьми, не смотри его, зачем писать там что-то. Зайди на другой канал, который тебе очень нравится. И, ради бога, там смотри, пиши, восхищайся. И все, что вы ерундой занимаетесь. Люди. Ну, это уже не друзья, я так думаю. Так, ну, все, друзья, сейчас к новостям. К новостям, которые я хочу донести опять до своих подписчиков, которых нет возможности, еще раз повторюсь, заниматься вот этими вещами, за новостями следить. Первая новость. Все новости, друзья, интересные и обсуждаемые. Первая новость, это Тайсон Фьюри и Тони Белью что-то там закусились, и Тони Белью захотел с Тайсоном Фьюри как бы подраться. Ну, Тайсон Фьюри, вы же знаете его, друзья, такой интересный человек сам по себе, позитивный тоже. Он не заставил долго ждать, ну, нас, нас, любителей вот этих всех движений боксерских. И сказал то, что я тебя Тони Белью уничтожу, но за твою держность я пойду к тебе навстречу и дам тебе после этого работу. У себя будешь чистить у меня мои ботинки. Ну, Фьюри есть Фьюри, друзья, молодец, высказывается так, что думает, то и говорит. Ну, Тони Белья, конечно, замахнулся, куда он там, он уже вообще раскрылился. И попозже об ним поговорим. Еще новость, друзья, летом то устно договорились опять Тайсон Фьюри и с Шейном Бриксом. Такой, такой дедок Шейн Брикс, седой уже. Ну, это бой не бой будет, но хотя бы посмотреть, что он из себя Фьюри, Тайсон Фьюри представляет на сегодняшний день. И опять они учудили оба. Опять Фьюри, Фьюри звонит этому, Бриксу. Ну, давай подеремся, было бы так все просто, как вот у них, в высших кругах, там, у это уже, ну, у топовых бойцов, было бы все намного проще. И у Джошуа, и у Валдера позвонили, договорились и подрались. А эти Фьюри звонят этому, Бриксу, говорят, давай подеремся. А Брикс сидит на унитазе. И пока, Брикс говорит, я пока сидел на унитазе, договорился с Тайсоном Фьюри, чтобы подраться. Ведь, видите, устно уже договорились, сидя на унитазе. Видите, как все здорово, все позитивно и нормально, и нам весело, и им хорошо. Прямо меня повеселили они. Дальше. Ломаченко. Ломаченко и Хорхи Ленарес, друзья. Здесь возникла какая-то, даже не интрига, а какие-то вопросы к этому бою возникли. Возникли у организаторов этого боя. Такие, что они боятся то, что вот именно вот этот бой не наберет много зрителей. То есть, я так понял, такая опасность, что может этот бой в более-менее собираемой арене будет проходить как-то опять в пятитысячной. Ну, не знаю, это просто мои такие далекие мнения. И по какой причине люди не соберутся. Мне даже как-то не знаю, что по этому поводу сказать. Все-таки бой должен быть очень интересный. Все-таки Хорхи Ленарес, чемпион в легком весе. Ломаченко тоже поднялся. Там будет происходить как бы объединение поясов. Тоже вот это что-то такое интересное будет. Какие-то вопросы возникают. Еще Ломаченко, значит, бой, я все-таки думаю, наверное, состоится. Ломаченко наконец признался то, что сначала они как-то друг к другу относились более вызывающие, вызывающие. А сейчас уже начали с уважением относиться. И Ленарес уже как-то уже немножечко признает, что Ломаченко как-то получше его физическое его состояние, боксерское IQ, так скажем. И Ломаченко уже, видите, что говорит, то, что Ленарес очень опасен для него. Это вот его высказывание. И то, что Ленарес является боксером высочайшего класса. Да, совершенно верно. И чем ближе бой, тем лучше они понимают саму опасность этого боя. Как для одного, так и для другого бойца. Потому что мгновенно теряется все, друзья. Что для Васи и что для Ленареса. И поэтому будет бой не на жизнь, а на смерть. Потому что назад уже дороги, я так думаю, не будет. Часто, видите, людей не собирается сколько нужно собраться. Уже переживают организаторы. А если кто-то проиграет, потом опять подняться. Это целая история, тем более в их возрасте. Вот такое мнение, друзья. Дальше. Ну и последняя новость, друзья. Головкин наш. Опять Головкин. Ну так как сейчас о нем все говорят, кто следующий боец. Претендентов 4. Это Сондер, Деревянченко, Джейкобс и Альварес. А, еще Джармал Чарла. 5. Ну, Деревянченко, с Деревянченко он обязан подраться. Но не хотят, не хотят Головкина с ним ставить в ринг. По какой причине, я даже не знаю. Я так думаю, опять вот. Боятся, наверное, то, что много денег не заработают, много людей не соберут. И будут опять вот эти разговоры про Гену. То, что вот опять он сейчас выиграет. Легко там или нелегко. Вот эта суета начнется. Жармал Чарла, тоже интересный боец. Веселый, такой позитивный. И говорит, что пока Альварес сидит на грязном мясе, я хотел бы подраться с Головкиным. Но WBS сказала, что нужно немножко подождать. Но я, говорит, ждать не буду, поэтому найду с кем подраться и без Головкина. Самый опасный момент, друзья, по моему мнению, боец для Головкина. Вот из этих. Ну, Джейкобс, Альварес. Конечно, самый оплачиваемый бой здесь был бы Головкин-Альварес. Альварес, так как доказали, что он ел зараженное мясо действительно. Поэтому бой состоится. И я думаю, Головкин будет сейчас готовиться к этому бою. Сондерс опять там что-то травмы какие-то получил. Ну, вот в этой противостоянии, друзья, что Головкин с Жармалом не будет драться. Это для него опасно. И они это понимают. Они все сватают ему с Сондерса, безболезненного бойца. Бойца, который безударный и Головкину особый вред не принесет для здоровья. И вроде как и поругаться на Головкина не за что будет. Вроде Сондерс претендент с поясом. Но, видите, он ручку подломал у нас. Значит, что получается? Джейкобс. Джейкобс с Жармалом Чарло тоже не будет, наверное, драться. Джармала боятся все. Жармал победит Джейкобса. Да и Головкин, я думаю, наверное, Джейкобс победит. Сейчас я посмотрел. По нему легко что-то попадать стали по Джейкобсу. Головкин может, в принципе, с Джейкобсом встретиться. Ну, вот это вот Петерня и вот Головкин шестой. Давайте в комментариях, друзья, обсудим. Просто я сейчас могу долго вот так их перебирать, конечно. Кого с кем лучше, что лучше. Вот Деревянченко я посчитаю с Сондерсом. Хорошо было бы подраться. И ему как бы вот эта ступень. Хотя, видите, ему уже 33 года тоже Деревянченко. Но все равно какая-то безболезненная ступень. Потому что Сондерс, он такой ущерб для здоровья не принесет. Там перекидает, не перекидает Деревянченко. Вот это бы нормально было. Альварес мясо-не мясо, тоже непонятно. А Альварес вот можно было с Головкиным, а Джейкобс с Жармалом Чарло. Вот такой расплат, я думаю, прям был бы изумительный. И безущербный. Я все-таки не хочу, чтобы большой ущерб был. Сейчас бы Головкиным с Альваресом порешали вопрос. Джармал дернул бы Джейкобса. Сондерс с Деревянченко и вопрос. И потом уже втроем они бы все определили короля в этой весовой категории. Ну все, друзья, всем пока. Подписываемся на Буэлл Провинчин. Ждем удачи. Вот такие новости. Повеселились, посмешили они нас опять.